всем привет дорогие друзья сэнкриптовтеф ну что сегодня мы поговорим про ripple xrp дело в том что есть подвижки довольно таки серьезные например 1 января 2021 года джеду маккалибу было переведено четыреста сорок семь миллионов xrp что это значит какие есть из этого основания полагать что действительно проект будет дальше жить или все-таки скоманет и а соответственно также мы поговорим про поклонников xrp дело в том что они разместили петицию на сайте белого дома что касается значит рынка криптовалют альцезона возможно с ним придется повременить и подождать и дело в том что bitcoin доминанс у нас уже готов перебивать свой ахай который был установлен это семьдесят три процента сейчас доминирование биткоина ускоряется к семидесяти четырем процентам естественно стремится перебить и дальше у нас уже остановочки 80 процентов 85 и ну конце концов 95 что вполне в принципе вероятно почему потому что люди не верили в bitcoin по тридцать тысяч долларов многие шортили многие теряли деньги на растущем рынке напомню вам что не нужно шортить это плохая затея на бычьем рынке и наследственно по итогу мы видим такую цену за bitcoin ну вполне принципе нормально что касается альткоинов то они неподвижны тот же binance coin там волатильность его снизилась до двух а то и даже полтора процента за день что касается до кардана тоже полпроцента другие монеты тоже себя даже негативно ведут такие как stellar xlm но анонимные криптовалюты пытаются отыграть падение на фоне дилистинга с биржи битрекс напомню вам что делистинг как и xrp так и значит таких монет анонимных он будет не сразу и естественно людям дадут немного потрейдить и заработать в конце концов вывести эти монеты но что касается xrp и анонимных монет конечно же в первую очередь это касается резидентов сша возможно кто-то не понимал о чем я веду речь плохо слушал но вот принципе я вам объяснил что не сразу делистят ту или иную монету если она торгуется то она торгуется определенно с тем пониманием что резиденты сша по итогу торговать им им не будут или это делает не сразу что касается значит аналитики про блокчейн да то здесь мы видим что индекс страха и жадности у нас опять-таки на пиках это говорит о том что принципе люди не против возможно покупать фильм по 800 bitcoin по 33 тысячи долларов да также динамика популярности у нас растет но нету какого-то супер хайпа то есть люди смотря на биткоин смотря на 34 тысячи долларов за биткоин а возможно удивляется а возможно и нет почему потому что возможно многие и по выходили из биткоина и поэтому хоть он будет сейчас 40 хоть 50 тысяч долларов стоить возможно для таких людей это и не является там супер ценой определенно их опыт научил что заходить в декабре было на хаях ну не очень да и соответственно сейчас я думаю что люди боятся конечно же заходить в биткоин возможно они покупают другую криптовалюту такую как эфириум но биткоин они не суются что касается значит поклонников xrp и подвижек в сторону xrp дело в том что они разместили петицию на сайте белого дома люди против и собственно появилось обращение связано с судьбой токена выпущенного ripple labs авторы документа просят правительство а поддержать определение xrp как валюты сформулированная сетью по борьбе с финансовыми преступлениями финсин и на момент публикации петиции подписала более 13 тысяч человек однако для того чтобы дать делу ход нужно набрать 100 тысяч подписей 15 февраля да это важное событие если же здесь они откажутся значит идти на мировую да то слушание будет 22 февраля формате телефонной конференции но здесь у нас будут выступать и ганг хаус и ларсен что касается других пишут например btc markets это австралийская платформа она сообщила о том что не собираются делистить ripple xrp что касается другой интересной новости несмотря на такие негативные новости несмотря на дамп здесь ripple отправляет четыреста семьдесят семь миллионов xrp соучредителю джеду макалибу из своего условного депонирования там где находились эти токены дело в том что по договору джеду макалибу конечно же присваивается доля xrp делается практически каждый месяц или каждый квартал ему отправляются эти токены и там он уже распоряжается с ними как хочет например по договору собственно чтобы джед макалиб сразу не дампану всю цену из рп ему выделяется часть значит этих xrp и а по итогу здесь он уже делает с ними все что он захочет а именно здесь было переведено 477 миллионов xrp джед макалибу согласно сделки да и несмотря на то что джед макалиб покинул еще в тринадцатом году xrp он заработал в общей сложности 1 и 2 миллиарда долларов прибыли и токенов xrp в результате расчетной сделки что это может значить принципе здесь есть несколько вариантов но скорее всего а также xrp команда вы знаете ripple команду то что там нету случайных людей были люди которые ранее конечно же тесно сотрудничали с правительством а возможно таким образом по договору но так как договор существует его заключили ripple немного решила схитрить и соответственно на низких ценах давать макалибу выходить из xrp чтобы по итогу этот макалиб не смог продаться как можно выше ну например не смог продать xrp по доллару двум трем тогда когда эта цена будет то есть ripple максимально хочет чтобы джед макалиб сливы свои токены xrp ripple конечно же это все выкупит также здесь будут новости от всех какие-то негативные новости все это будет такая закулисья которая джед макалиб не знаю да и соответственно таким образом крупный а именно тот кто стоит за ripple xrp преследует интересы да не на стороне макалиба они будут выкупая выкупать конечно же вот эти дешевые токены потому как продажа джед макалиба в среднем это 30 центов за xrp поэтому если мы говорим про перспективу то это довольно таки хорошая новость она позитивная и если так рассуждать то действительно она так и выходит что ripple решили любыми новостями ру любой кровью не жалея каких-нибудь там розничных инвесторов просто ну развязать вот такую войнушку инсайдов скую с джедом макалибом и чтобы естественно он сливал токены по низкой цене потому что нет интереса ему продавать их по высокой поэтому вот такие вот дела поэтому подводя итоги рынка и то вот можно сказать что bitcoin у нас достиг исторических максимум это практически 34 тысячи долларов с биткоин растет биткоин каждый день бешеными темпами естественно здесь когда будет коррекция здесь просто можно типа гадать на кофейные гуще потому что график нам пока что ни о чем не говорит да были накопления показывает нам график да пытались продаваться здесь по биткоину крупные игроки но по итогу биткоин показывает параболику и никто толком не знает когда параболика это закончится есть в основном фоне цифра 50 тысяч долларов но скорее bitcoin туда либо не дойдет либо перебьет эту цифру и пойдет еще выше до 70 тысяч долларов почему потому что там уже будет тогда мелькать на основном фоне такая цифра как 100 тысяч долларов за биткоин когда будет коррекция и какова коррекция но если мы берем коррекцию то нормальная коррекция это конечно 40 50 процентов в данном случае принципе коррекция отправит биткоина в зону накопления там где он и в принципе начал свое очень хорошее ралли это значит 19 тысяч долларов за биткоину и даже 17000 можем увидеть в таком случае если уже будет полный обвал рынка а я считаю что он будет после сезона альткоинов а сезон альткоинов еще будет не скоро поскольку bitcoin доминант стремится добить пробить 73 процента укрепиться здесь пойти дальше можем сказать что после того как альта отстреляет то будет это сразу всей альты отстрел или это будет выборочный я считаю что это будет выборочный отстрел потому что практически не знаю рынок любой дурак мог бы заработать а тут собственно нужно выбирать монетку и естественно в нее инвестировать ей трейдить потому что не все так просто и не все так просто как было в семнадцатом году естественно можно сказать что сезон альткоина будет выборочным скорее да и здесь мы уже потом увидим отстрел альты после того как отстреляется альта можно будет идти и на коррекцию считаю что многие боятся сейчас что bitcoin упадет да я считаю что bitcoin будут удерживать специально интерес крупняка будет пропампить какую-нибудь выборочную альту чтобы туда залетали хомячки так как xrp опустили то можно полагать что и xrp пропампят то есть вопрос времени и вопрос конечно же новостного фона если сек ситуация сек разрешится то здесь мы будем видеть определенный памп если же нет то скорее здесь мы увидим конечно же консолидацию и возможно снижение xrp но если монета действительно имеет ценность как я ранее говорил то любой делистинг с какой-либо там американской бирже или запрет для американских резидентов он не несет какой-то супер угрозы потому как сам проект продолжит работу ну а конечно же сек дело может продлиться до двадцать третьего года если это будет не какое-либо там мировое решение и так далее а с вами был криптовки всем до 7к и до встречи